Почему композиторство, вообще профессия композитор, не женское дело? Да кто вам сказал? Ну кто? Это жизнь мне говорит. Вообще мы должны посмотреть на часы, в календарь и обнаружить, что, во-первых, мы живем в эпоху торжествующего феминизма. Сейчас огромное количество композиторов. Мне кажется, женщины в большей степени учатся сейчас сочинению музыки во всевозможных консерваториях, чем мужчины. Просто вот прием ежегодный студентов-композиторов в консерватории в статистическом смысле больше. Сейчас появилось огромное количество прекрасных композиторов, женщин. Я вообще не... То есть мне ваш вопрос непонятен. А я вам поясню, Леонид Аркадьевич. Я поясню, если подходишь к большому и малому залу филармонии в Петербурге, в Москве и так далее, читаешь расписание, афишу, ну хорошо, из ста фамилий. Ну простите, но Москва и Петербург, но это не показатель, они безусловно отстают. Мы же отстаем почти во всех областях, кроме производства автомата калашников. Ну мы отстаем, но посмотрите на афишу Нью-Йоркской филармонии, Чикагской филармонии, я не знаю. Сейчас очень много композиторов женщин. Сейчас я постоянно читаю о том, что там какая-то провинциально-американская оперная труппа заказала там 55 тысяч оперных произведений композиторам-женщинам. Это сейчас крайне важно. Вот сейчас, кстати, последний Грэмми я смотрел, в самый конец списка, туда, куда никто не смотрит, там, где классическая музыка ютится. Так. Так. И, в частности, посмотрел и даже немножко послушал музыку композитора, которые номинировались на Грэмми в области академического искусства. Из пяти примерно имен, из шести, наверное, трое женщин. Правда, ни одна из женщин не получила Грэмми в этом году, но, в принципе, это возможно. Возможно. Я вам даже больше скажу. У меня есть, как и у всякого композитора, любимые композиторы современные, с которыми я дружу. Пожалуйста. Ну вот, если бы вы спросили меня, кто вот русский, какие композиторы есть, то я бы вам сказал, например, что, во-первых, есть главный русский композитор. Я не хочу сказать, что это лучший композитор, но главный, безусловно, это 87-летняя София Губайдулина. Живущая не в России. Живущая не в России. Я очень люблю музыку Виктории Борисовой Оулас, о которой вы даже не слышали никогда. Это русский композитор, живущий не в России, который просто, с моей точки зрения, делает восхитительные вещи, а уж неописуемо красочные в том, что касается оркестра и всего такого. Загляните в YouTube, найдите ее. Это домашнее задание, может быть. Хорошо. Вот. Это просто то, что вспомнилось в первую очередь. Но вообще есть масса прекрасных композиторов. И не надо их делить на мужчин, женщин и трансгендеров.